Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях человек, который помогает людям раскрывать свой творческий потенциал – Наталья Томилина. Здравствуйте, Наталья! Добрый день, Кристина! 3 декабря состоится конкурс-фестиваль «Дыхание сцены». Что за фестиваль? Почему так называется? Это фестиваль творчества и искусства, где каждый учащийся может показать свои способности, может показать свой потенциал и раскрыть себя на большой сцене. В каких номинациях можно принять участие? В данный момент будут представлены две номинации – это хореографическое творчество и вокальное творчество, но и также под номинации – народный танец, стилизованный танец, детский танец, эстрадный, уличное направление и современный танец. В вокальном искусстве также будет представлено несколько под номинаций – это эстрадный вокал, народный вокал, академический вокал. И более подробное можно узнать у нас в группе, в социальных сетях, ВКонтакте, где у нас есть официальная страничка «Дыхание сцены», и там более подробная информация описана, вся в положении. «Дыхание сцены» – почему так поэтично называется? Во время того, как дети выступают и взрослые на сцене, они испытывают немного другие эмоции, нежели каждый день. Конечно же, все долго готовятся к какому-то показательному мероприятию, но те чувства, которые испытывает человек, выходя на сцену, они, наверное, не повторяются никогда. И быть на одном дыхании со своим выступлением, на одном дыхании с жюри, потому что в жюри будут сидеть те люди, которые сами неоднократно были на сцене и которые готовы помочь участникам. Насколько я знаю, мероприятие проходит впервые. Почему решили организовать? Ну, на протяжении своего творческого пути, собственно, потому что я руководитель и педагог по классу фортепиано и по классу вокал. И за 20 лет своего творческого пути, педагогического, тоже приходилось много где участвовать. На конкурсах, фестивалях, профессиональных конкурсах, всероссийских, международных. И сложилось уже впечатление, как можно провести это мероприятие, чтобы оно было полезным, чтобы это было и праздничное мероприятие для детей, и перспективным для участников и повышение профессионального уровня педагогов. Поэтому мы решили воссоединить в единое целое вот такое большое мероприятие. Это ведь не только фестиваль, но и конкурс. Кто будет сидеть в жюри? В жюри номинация «Вокал» будет представлена Анжелика Артюнян. Это педагог, продюсер, певица, наставник. Мы часто ее видим по Первому каналу в проекте «Ну-ка, все вместе!», победитель. Также она организатор большого джазового проекта «Джаз-спорт». Ну и человек, который много помогает детям найти свой путь в вокальном творчестве. Следующий член жюри – это Елена Еловая, педагог, певица, музыкальный психолог. Это педагог, который воспитал много талантливых детей, которые стали участниками больших проектов и смотров. Также ее дети всегда набирают стопроцентные баллы при поступлении в профессиональные вузы. Елена Солдатова. Человек, неравнодушный к детям, который имеет свои премии и воспитал целую плеяду детей. Успешных, которые дальше пошли по карьерной лестнице в вокальном творчестве. А кто будет судить хореографические номинации? Это Сергей Афанасов. Очень знакомый многим современным участникам, так как он занимается современным хореографическим творчеством. Имеет многочисленное количество наград. Также Сергей Горбатов. Это действующий педагог Академии Эйфмана Санкт-Петербург. И Юлия Каленова, которая преподает в Институте культуры на кафедре хореографического искусства. Это все те люди, которые имеют большой опыт и которые готовы помочь участникам повысить свой уровень. Ну и также найти свой путь в профессиональном дальше творчестве. Что будет кроме выступлений? Это ведь фестиваль? Мы готовим для детей, чтобы это было не только выступление на сцене и конкурс, а еще чтобы это было приятно и весело для всех. Поэтому мы приготовили интерактивную программу для детей, хорошие красивые подарки, интересное общение с жюри. Для педагогов будут отдельные мастер-классы и также для детей. И интересующиеся педагоги могут получить впечатление, услышав мнение жюри и какие-то подсказки, которые, может быть, они ждут и не услышали до сих пор. Сколько всего будет победителей и лауреатов в каждой номинации и что они получат в качестве призов? Каждый участник получит обязательно свой приз, потому что выход на сцену – это уже победа. Вопрос в том, что, конечно, не могут быть призы одинаковыми. Будет распределение мест на лауреатство и на дипломанство. В каждом градации будет первая, вторая, третья степень. Также будут отдельные призы от членов жюри, которые могут получить более запомнившиеся им участники. Награды будут полезные. Это сертификаты на участие в каких-то больших проектах, а также сертификаты на обучение и получение консультаций от членов жюри. Индивидуальных уроков, возможно. Также мы приготовили удивительные кубки, которые будут только у наших участников. Они разработаны дизайнерами специально для нашего проекта. Также мы привлекаем различных спонсоров, которые тоже будут награждать подарками участников фестиваля. Кого ожидаете в качестве участников? Только дети могут поучаствовать? По положению в конкурсе могут участвовать различные категории. Что имеется в виду? Здесь могут показать себя как профессионалы, так и любители. Категории участников будут делиться на учреждения дополнительного образования. Это студии, дома культуры, центры детского творчества и досуговые центры. Также детские школы искусств, которые будут отдельной категорией находиться. И переходя к более взрослым участникам, это учреждения среднего и высших учебных заведений. Также категории средних и высших учебных заведений в сфере искусства. Мы специально разделили так категории участников, чтобы дети любительского уровня и профессионального могли участвовать в различных категориях, потому что невозможно поставить на чашу весов и одних, и других. Таким образом мы делим профессионалов и любителей и оцениваем их внутри своей категории. Ну, чтобы это был опыт и были оценены по достоинству и любители выступать, и люди, которые идут дальше в профессию. Кого вы ожидаете увидеть в лице участников? Ограничения по возрасту нет. Есть различные категории участников, и они диктуют уже возрастные рамки. Это учреждения дополнительного образования, как правило, это дети, подростки, которые занимаются в студиях, в домах творчества, в детских центрах и в досуговых центрах. Также детские школы искусств. И также, переходя в более взрослые возрастные категории, это учащиеся средних и высших учебных заведений. Также учреждения средних и высших учебных заведений в сфере искусства. Таким образом, мы подходим к тому, что мы смогли разделить любительское творчество и профессиональное творчество, где могут принять участие и те, и другие, которые будут по достоинству оценены в своей категории. Я так понимаю, сам фестиваль-конкурс все-таки на молодежь рассчитан, на людей до 35 лет. То есть, вот объясните мне, вроде как у вас в положении написаны разные возрастные категории, но все равно это рассчитано на детей и молодежь. Если говорить о взрослых, то ограничений в возрасте нет. И взрослые участники имеют место быть, потому что сейчас много очень взрослых людей занимается в студиях, которые относятся к категории дополнительного образования, которые смело могут принимать участие. Мы ждем таких и будем рады видеть их на сцене. На какой площадке все будет проходить и как вообще можно попасть на конкурс-фестиваль? Как зарегистрироваться? У нас есть официальная группа ВКонтакте, где можно подать заявку по ссылке. И также в положении есть анкета, которую можно заполнить. Заполняется любым удобным способом. Либо онлайн, либо в формате Word и присылается нам на электронную почту. В ВКонтакте так и называется «Дыхание сцены». Его очень легко найти. У нас выбрана достаточно большая площадка с профессиональным оборудованием, с хорошим звуком и светооформлением. Специально подбирали, чтобы могли участвовать вокалисты, комфортно себя чувствовать на сцене. И также отделение хореографии. Площадка достаточно большая. Вмещаемость зрительного зала 700 человек. И сцена, которая может разместить не только солистов, и ансамбли большого количества. Проект достаточно масштабный. Заручились ли вы какой-нибудь региональной поддержкой? Да, у нас есть информационная поддержка Министерства культуры, с которыми мы согласовывали положение. И они положительно отреагировали на наш проект. Как они будут информировать население о вашем конкурсе? Они будут делать рассылку по своим подведомственным учреждениям, где учреждения, все категории, которые перечислены в положении, будут осведомлены о данном проекте. Наталья, может быть, вы хотите сказать пару слов будущим участникам дыхания сцены? Дорогие друзья, все, кто видит в себе потенциал творческого человека, всех, кто хочет попробовать выступить на сцене, а, может быть, выступал не один раз, мы ждем 3 декабря в Рязани у нас на конкурсе-фестивале. Будет интересно, полезно и очень увлекательно. Спасибо большое, Наталья, что пришли к нам сегодня в гости. В эфире была программа «Городские встречи», и я ее ведущая Кристина Бочкарева. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова